Друзья, привет! Расскажу вам историю этого диска, пока распаковываю. Были шумы типа шорохания, характерные звуки. Каждый раз все дольше и дольше, загружался только через F1, потому что показывало ошибки диска. Системник стоит под ногами и иногда получает подсрачника. То есть клиент не отрицает то, что он мог периодически жёсткий диск шпинять. Ну и не успел человек переписать с него данные. Жёсткий совсем замолчал. Интересный вариант будет и для меня и для вас. Это то шаба нового поколения. Я ещё её не ремонтировал ни разу. Поэтому, думаю, будет интересно и вам и мне. Присаживайтесь поудобнее, наливайте чаёк. А мы начинаем начинать. Итак, друзья, давайте посмотрим на контакты. Я её вроде бы клиент их чистил, но судя по поведению сдохли головы. При возникновении любых шумов сразу... Ого! Вот это пылюка. Уже получше. И теперь возьмём кисточку для оптики. Во! Это уже другое дело. С этим уже можно работать. Итак... Здесь наклеено криво. Скорее всего, клиент сам переклеивал. Всё наклеим ровненько. Сейчас. Вот так вот. Так... Здесь всё чётко хорошо. Я ещё вам говорю, что по признакам очень напоминает то, что голова отошла в мир иной. Вот так, ребят. Заканчивается эпопея с восстановлением информации. Вот такой вот жёсткий диск. Сегодня пришёл. Это не шутка. Это действительно упаковка для жёсткого диска с розетки. Сверху... Сверху было просто в пакете розетки. Вот. Куплено. Две восемьсот шестьдесят девять. Хотя, в принципе, лучше бы человек купил WD Black за три двести. Разница четыреста чем-то гривен. Но на качество явно. Качество разное. Сейчас проверим. Подключим. Втыкаем. Пошло раскручиваться. О! Долго как-то так определяется. Капец. Но определился. Давайте посмотрим. Вот. ХГСТ. Хоть и написано Western Digital, да? Видите. Но ультра старых снизу маленькими буквами. Говорит нам о том, что это у нас Hitachi. Вот. Смарт идеальный. Ну, я надеюсь поверхность тоже будет идеальная. Так. Давайте теперь его инициализируем. Инициализировать я его буду в ГПТ. Так будет проще его потом, в случае чего, восстанавливать. Сделаю потише. Создать. Создать. Виск F. Все. И теперь переносим. Просто переносим с E на F. Да, я покажу вот с Toshiba. Я поставил это и папка Toshiba. Ну, чтоб я знал с какой. Кстати, надо не забыть. Сделал я человеку еще диск. Не знаю, надолго ли он будет работать или нет. Ладно, это пока все лирика. Так. Здесь у меня первый проход программы и второй проход программы. Сейчас покажу. Итак, ребят, подсчитала. Первая у меня первый проход, первая программа. Это у меня DMDE ProML Registered. Версия 3.6. А вторая у меня AirStudio. Последняя там какая-то 8.1 или 8.2. А почему такая разница в весе? 830 гигов против 425 гигов. Все очень просто. Винт сыпется. Винт постоянно сыпется. То есть была заменена голова. И было снято сначала DMDE информация. 830 гигов. А вот второй проход уже в половину меньше. Можете представить, как он сыпался. В общем, такие вот дела. Ставим на скачивание. Сейчас посмотрим скорость этого чуда. Western Digital. Тире. Тире как его. Hitachi. Значит. Скорость. Скорость хорошая. Учитывая, что мелкие файлы. Файлы до 128. Мегбайт в секунду доходит скорость. В принципе вот. Полтора терабайта. Оно передаст за два с половиной часа. В общем. Такое вот восстановление информации. С диска. Тошиба. Вот такие вот дела. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Если вам эта тема интересна. Задайте вопросы. Получайте умные ответы. В общем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.